Здравствуйте, вы на канале Enotic Production. Наша планета полна тайн. На разных секретных складах лежат необычные находки, над которыми ученые ломают голову уже много лет. Это 10 самых мистических находок в мире, снятых на камеру со всего мира. Ну что ж, начинаем. В Косово нашли трансформатор возрастом 20 тысяч лет. Фотограф и исследователь Смит Смайли обнаружил в горах на территории Косово загадочный артефакт. Этот предмет внешне представляет собой камень необычной формы со встроенной электромагнитной катушкой. Осмотр артефакта и его сколов показал, что медная катушка не просто вставлена в вырезанное отверстие, а представляет с камнем единое целое. Это наводит на мысль о том, что камень расплавили до жидкого или пластичного состояния. А потом катушка была залита этой субстанцией, и позже затвердела. Предмет снабжен не только катушкой с проводами, но и элементами, которые напоминают фарфоровые изоляторы, а также четырьмя симметричными отверстиями для проводов. Исследования показали, что артефакту не менее 20 тысяч лет. Проведенный анализ камня вызвал недоумение, ведь его результаты никак не вписываются в официальную историю человеческой цивилизации, и убедительно доказывают наличие у древних передовых технологий. В китайской провинции обнаружили скелет огромного 18-метрового дракона. Потрясающую находку сняли на видеокамеру. Скелет сказочного чудища был найден возле города Джанцзякоу. Притом останки дракона выглядят так, как будто не так давно на них еще была мышечная масса и кожа. У него имеются передние и задние конечности, однако нет крыльев. Останки представлены внушительных размеров черепом, с отростками в виде рогов, изогнутым позвоночником и короткими кривыми лапками. Китайских драконов, в отличие от их европейских коллег, народная фантазия лишила крыльев, но навыки левитации у них остались. Китайские мифические ящеры, скорее не летят и оплывут по воздуху. Но несмотря на это люди все равно убеждены, что действительно обнаружили кости настоящего легендарного дракона. Конечно, не все пользователи интернета согласны с утверждением о том, что данные останки принадлежат именно дракону, как бы там ни было, а местные власти уже знают о громкой находке. Загадочные останки уже были переданы экспертам. Странное морское существо нашли на побережье Вьетнама. Туристический гид из Вьетнама на одном из пляжей провинции Кьонзинг обнаружил прибившееся к берегу неизвестное существо. Мужчина вытащил его из воды, чтобы рассмотреть поближе, и его удивлению не было предела. Морской монстр представлял из себя нечто похожее на водоросли, но при этом активно двигал множеством щупалец. Понять, что это такое никому так и не удалось. Изучил существо и сняв его на камеру, мужчина отпустил жуткое создание обратно в океан. По некоторым версиям, загадочное существо может быть морской звездой, которая способна приобретать похожую форму, выворачивая желудок наружу, или обычными водорослями, которые двигаются реагируя на непривычную для них воздушную обстановку. Радости ученых нет предела, поскольку эксперты наконец-то впервые сумели найти и сделать фото черной дыры, при помощи новейшего оборудования. Ранее астрофизики не обладали возможностью заснять космическое явление, по причине отсутствия телескопа достаточной мощности. Проект телескоп горизонта событий, в рамках которого проводились съемки черной дыры, объединил 8 радиотелескопов, находящихся в разных точках планеты. Черную дыру сумели заснять в соседней галактике. Расстояние от Земли до объекта составило 55 миллионов световых лет. НАСА определило, что масса черной дыры больше засолнечного в 6,5 миллиарда раз. В планах экспертов сделать фото супермассивной черной дыры, которая находится в центре Млечного Пути. Вполне возможно, что новые снимки поступят в ближайшее время. Ученые заинтересованы в изучении данной черной дыры, так как именно благодаря ей зародилась наша галактика. Глаза новозеландцев прогуливающихся по пляжу. Предстала странная картина, из песка торчала часть огромной туши. Подойдя ближе, люди рассмотрели череп огромного существа и его челюсть, усеянную острыми клыками. Дальнейший осмотр мертвого обитателя морских глубин показал, что кто-то или что-то вырвало из тела чудовища значительную часть его внутренностей. Провести более тщательные исследования монстра помешал песок, покрывший останки плотным слоем. Местные жители начали предлагать самые разнообразные теории. Одни выдвинули предположение, что зубастые чудовища косатка или дельфин. Другие склонились к мысли, что останки напоминают то ли крокодила, то ли гигантскую мурену. Третьи вовсе заявили, что на кадрах доисторический динозавр. В Таиланде было обнаружено необыкновенное дерево, плоды которого в точности напоминают женский образ. Видео данного феномена уже успело распространиться по всему миру, однако никто так и не смог объяснить находку. Если верить различным суевериям, то растение встречается в буддийских мифах и легендах, и имеет название Нарифон. История гласит следующее. Одна девушка пошла искать еду в лес, но некоторые два мужчины демон убили ее. Тогда муж женщины посадил на месте смерти жены и 12 деревьев, в знак вечной любви, а также для защиты остальных людей. Фрукты в виде человеческого облика путали демонов, благодаря чему те не причиняли вреда поселению. Создания занимались любовью с плодами, которые так напоминали женщин. В Мьянме нашли камень, который плавит металл. Пользователи интернета привлекла одна интересная запись. На ролике акцентируют внимание на одном уникальном камне, который обладает необычными свойствами. Так булыжник черного цвета плавит металл. Как отмечает мужчина, сделавший запись, камень имеет обычную температуру. Однако каким-то образом металлические предметы, соприкоснувшиеся с ним, вмиг плавятся до жидкого состояния. Стоит учесть, что камень по-особому реагирует только на металл. Если к нему прикоснуться, то ничего не произойдет. Также булыжник не воспламеняет дерево, ткани и другие материалы. Свойства найденного камня заинтересовало не только пользователей интернета, но и ученых. Правда точно нельзя сказать, действительно ли запись подлинная. Некоторые засомневались в правдивости увиденного. Это может быть обычным розыгрышем, считают скептики. Не исключено, что камень на самом деле был нагрет, а гвоздь был выполнен из легкоплавкого металла, например галлия. Впрочем, нашлись также пользователи, которые ярко отстаивали теорию о внеземном происхождении камня. В интернете появился ролик, на котором писатель и автор книг об африканских храмах Майкл Теллингер, показывает гигантский отпечаток человеческой ступни на камне. После этого видео возобновились давние дискуссии о гигантах, некогда якобы населявших Землю. Отпечаток действительно очень похож на человеческую стопу с четкими и пятью пальцами, будто великан наступил на мягкую глину, которая со временем окаменела. Теллингер поясняет, что загадочный отпечаток был обнаружен в Своязелинде, на юге Африки, в гранитной породе которой по оценкам геологов, от двух до трех миллиардов лет. Сторонники теории древних гигантов посчитали эту находку бесспорным ее доказательством. И ученым еще предстоит сказать свое слово, после проведения тщательного исследования предполагаемого отпечатка. Большой интерес для геологов представляет состав камня, который Теллингер назвал гранитом, поскольку гранит это форма вулканической породы, которая формируется из магмы, а не из глины или песка. То есть для того чтобы оставить такой отпечаток, великан должен был ступить ногой на остывающую магму, а не на глинистую почву. На пляже острова Сент-Саймонсштадт Джорджия были обнаружены останки очень странного существа, похожего на древнего морского ящера. В сопроводительном письме было написано, что сначала Джефф посчитал, что это туши погибшего тюленя, но чем больше он рассматривал останки, тем больше убеждался, что они куда больше похожи на монстра лохняского чудовища, чем на тюленя. У существа видно длинную шею, которая заканчивается чем-то, похожим на открытую пасть, а также один ласт. Хвост существа немного похож на хвост кошачьей акулы, но у кошачьей акулы нет такой длинной тонкой шеи. Как и у любой акулы, дельфина или кита, ученым посчастливилось отыскать в Румынии сенсационную находку. Была обнаружена особая деталь из куска алюминия возрастом 250 тысяч лет. Эксперты полагают, что в то далекое время ее изготовили представители внеземных цивилизаций. К тому же нужно отметить, что впервые алюминий человечество стало производить лишь 200 лет тому назад. Мнения по поводу происхождения артефакта высказываются самые разные. Уфологи склоняются к версии, что объект это фрагмент НЛО. Ортодоксальные академики настаивают, что это деталь Мессершмитта времен Второй мировой войны, которая просто каким-то чудом постарела на 250 тысяч лет. Исходя из всего, кусок алюминия выложенный в музее в Румынии, это скорее всего и довольно распространенный артефакт предыдущей допотопной цивилизации. На этом сегодня все. Не забывайте подписываться на канал и ставить палец вверх. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok